так можно сказать да вот я слушаю вас вы много раз сказали пока вот за это время пять минут что вы слушаете представьтесь вот я представлю ополченец юрий юрченко французский да вот много раз что вы с большой радостью это увидели с большой радостью видите это немного встретили большой радостью я вчера выезжал с людьми к некоторые здесь присутствуют позавчера из славянска я в отличие от вас радости не испытываю у нас все мы в слезах эти два дня подождите сейчас секунду я думаю то что вы красиво и хорошо говорите что вот как помогли и как помогает и как общество будет консолидироваться и в будущем такие перспективы прекрасные ничего не имеет общего с реальной ситуацией которая здесь это записки такие посторонние как бы понятие здесь я читал у нас сейчас два дня нет выхода в интернет я успел прочесть перед этим что вы сказали выступлениях стрелкова прозвучали в последних не скрытые достаточно откровенные упреки руководству россии в том что обещанная помощь не не было ее и вы сказали что подобное заявление не называя фамилия стрелкова это ложь это буквально вы сказали я процитирую значит то что мы все упрекаем себя мы видим этих стариков глаза которых мы оставляли ночью и я себя упрекаю но ответственность я считаю убежден лежит сейчас на уважаемой мной власти российской за это ответственность тяжелая она вас ничего не на нас лежит мы к себе предъявляем больше чем мы ушли я вам сейчас объясню вот ваша помощь вот эти ржавые автоматы спасибо за них но все этого мало мы с охотничьими и ружьями стои стоят ему оставили 12000 автоматов а там а вы вы говорите украины вы опять называть номера вы видели на завете вы видели и вы видели вы видели azar вы видели вы вы видите вы увидели украинцы показаны нет не упреки я показал это другие люди ваши же опорченцы как они могли показать если они «как они их оставили» они их фотографировали подождите фонарку я вылез оттуда все другой Разведки я видел, эти 12 КамАЗовы. И ты тоже спокойнее. Не ты, ребята. В таком случае не орём, разговаривайся. Ребят, мы все разговаривали, мы все орём. Подождите минуту. Я говорил, начальник. Люди хотят высказаться. Они имеют право высказаться. Они справедливо, конечно, спокойно. Они хотят высказать свою горечь и так далее. Но мы же имеем право задать вам ответные вопросы. Вы же отговорили, и я вас не перепевал. Вы перевели. Давайте я вообще не буду переводить. Вы будете говорить час. Это моя пресс-конференция. Это моя пресс-конференция. Я должен ответить на вопрос. Давайте, да. Минуточку, подождите. Давайте люди, которые сюда пришли. А тут ещё пришли люди, которых я приглашаю. Вы, ополченцы. Пришли ещё люди, которые были в Словенске. Я бы хотел пригласить этих людей вот сюда, ко мне. Всех вместе. Пригласить. И давайте поговорим. Давайте. Присаживайтесь. Давайте. Вы присаживайтесь. Садитесь. Вы пригласите, а кто был в Словенске. Пожалуйста. А то всё время... Садитесь рядом. Садитесь. А то всё время говорят, что нет людей, лица, что мы какие-то показываем маски. Я разговаривал с одним из ваших ученцев из Словенска, который естественно был в маске, потому что он там оставил сезон, он поехал почти без надежды. Садитесь. Садитесь. Без зрения выставили в не очень хорошем свете в смысле непонимания военного смысла ситуации в Словенске. Вы военный человек? Я там был. Какой ваш чин? Я там был. Ваш чин военный? Рядовой. Почему вы считаете, что вы как рядовой можете оценить мою военную подготовку? Потому что я ежедневно общаюсь с людьми, которые воюют в Словенске. Ежедневно. Я ежедневно получаю информацию... Воюют? Да, они до сих пор воюют. Расскажите об этом. Как они там сейчас воюют? Вы знаете, что в Словенске ставлю... Да. Вы же говорите, воюют? Они воюют. В Словенске? А что, сложил кто-то оружие, хоть один ополченец сказал все, я не буду больше воевать? 12 тысяч сложили, как же, даже слышали. Нет. Все ополченцы продолжают воевать. А вы выступаете с критикой единственного человека, который способен продолжать войну за Новороссию. Я вот у вас тут гость, и вы показали, как вы вежливы. И кто вас сюда прислал? Меня никто не прислал. Ну, конечно, сами свободны сюда прислали. Извините, я самодостаточная личность, чтобы меня кто-то сюда прислал. А как это, что вы достаточно ли? Из какого отряда? Из отряда? Да. Из какого батальона? Из батальона народного ополчения Донбасса. Самой многочисленной силы, которая воевала в славянских, краматорских и других городах. Кто, говорит, проводить народным ополчением Донбасса? Игорь Иванович Стрелков. Вы являетесь манной кашей, которая сама себя хвалит. Правильно? Вы представитель Стрелкова, который хвалит Стрелкова. Давайте еще. Есть другая позития. Секундочку, давайте поговорим о конкретных... И главное, что, извините, вы совсем это не можете делать. И вы ко мне, офицеру, обращаетесь с тем, что вы рядовой оцениваете мою военную компетентность. Давайте разберем все ее слагаемые. Вы уж разобрали. Почему? А вы, давайте я еще раз разберу. Оно глупое. Ну, это ваше. Оно не является оценкой военной соотношения материальных сил военных. Господин Стрелков. Двухсторонных. Послушайте меня. Господин Стрелков. То, что вы говорите, что он получает, что его снабжают. Вы слышите, как меня переливают? Вот сидит начальник штаба Игорь Иванович. А, начальник штаба. Он подключится. Представьте, пожалуйста. Представьте, начальник штаба. Я очень рад. Я очень рад. А почему Игорь Иванович сам сюда не пришел? Потому что Игорь Ивановичу надо оборону устроить и воевать. Ему надо построить оборону. Неважно. И второе. Давайте, смотрите, как я с вами спокойно говорю. А что же вы кричите-то все время? Человек старше вас, приехавшего к вам в гости. Давайте говорить получше. Давайте. Давайте о 12 тысячах автоматов поговорим. Я вывозил все вооружение до последнего ПМ. Я лично вывозил. Никаких 12 тысяч автоматов там не было. Скажите, пожалуйста, Россия вам не оказывает помощь? Вот еще. Где второй автомат этот, кержавый? Да, вы смотрите. Нет, я еще сейчас принесу двуствол. Нет, вы не скажите, глядя в лицо. Вы не скажите, глядя в лицо. Россия оказывает помощь или нет? Мы вам показываем. Да или нет? Мне не надо показывать автомат. Да? Нет. Вы клевещите. Нет. Вы клевещите. Нет. В какой форме? Россия оказывает вам военно-техническую помощь. Два танка. Подождите. Два танка. Два танка. Два танка. Два танка. Россия оказывает вам военно-техническую помощь. Вы нагло выжжете. Да вы было глупости говорили. Ну хорошо, все будет. Какая компрометация? Обосну. В чем? Я обосновываю это тем. Вы уличили во лжи. Обоснуйте свою правду. Я обосновываю это тем, что я видел эту тему. В России не можете сказать, какую подождите, какую технику? В самых разных точках, которые я естественно, без соображений того, что здесь есть камеры, не буду называть. А это что за техника? Это техника. Это современная бронетехника вполне. То есть? Ноны оружия. А вы в курсе, что эти ноны заплачены? Нет, не все. Да, не все. Но из трех нон одна неисправна. Одна заплачена. Вы про гранатометы еще скажете? Да. Как они стреляют? Я могу сказать про гранатометы. Я могу сказать про актурсы, которые должны были уничтожены в 2001 году. Да скажите вам, что это про гранатометы. Гранатометы стреляют из 5-1. В Турции действуют из 4-1. Хорошо. Я могу еще на метку, так сказать. Следующий. И еще тут манюет Патерлец, во времен Великой Отечественной войны. Я вам должен сказать, что подобная ситуация действительно имела место. Нам нечаянно перимет. Нет. И Стрюкову, из потоков, которые шли, направлялся главный парк. Все остальное. Теперь вы будете говорить, что это вранье, а я буду говорить, что вы нагло лжете. Вы знаете, но лжете вы, подтвердят все ополченцы, те, которые воюют. Давайте проедем к ополченцам из Славянска, и они вам расскажут все. Давайте проедем к ополченцам из Славянска. Вы им расскажете, только вы говорите на камеру. Я Павел Губарев, народный губернатор. Так вы ополченцам? Поедем к ополченцам Славянска? Так вы Павел Губарев? Да. Ах ты Павел Губарев. Ах ты Павел Губарев. Ах ты Павел. Так значит вопрос заключается в том, что вы даже не осмелились сказать, кто вы. Так вы должны узнавать. Вы приехали куда? Вы приехали к нам. Подожди, а зачем же ты людям под телевизор лгал-то? Когда я лгал? В чем? Потому что сказал, что ополченец. Так это не ложь, это правда. Привет. Я ополченец, я под присягой. А кто еще? В смысле кто еще? Ну кто еще, кроме как ополченец? Народный губернатор. Ну ты представь, народный губернатор. Да все это знают. Это только вы такой эксперт не узнали его. Я хочу сказать вам, я хочу сказать вам, я хочу сказать вам. Вы не узнаете, каких вы облаков витаетесь. Вы можете сколько угодно кричать. Да вы не кричите. Нет, это вы можете сколько угодно кричать, вы ваши истерики уже спокойно воспринимают. Понятно, хорошо. Но давайте-ка мы сейчас познакомимся вас с теми представителями, которые вели с вами разговор. Когда? А не узнаете вы? Когда? Ну и дальше будем. Когда мы с Алексеем приходили в СБУ. Разве не вы меня пригласили? Много кто. Не ваша жена подписывала письма с благодарностью такого негодяя, как я? Мы всем, кто оказывал гуманитарную помощь, подписывали письма благодарностью. И вы сюда меня пригласили? Мы не отбираем. И не вы меня сюда пригласили? Так вы присядьте. Нет, почему я вас спрашиваю, у меня вы дней стоят или писали? Давайте по порядку. Вы меня пригласили или нет? Да или нет? Мы действительно писали благодарственные письма. И я подтверждаю эту благодарность. И намерен ее дальше. А почему вы перележете? И других патриотов с патриотической оппозицией, которые идеологически близки по духу русской весне. И вы писали мне письма, и я приехал? Нет, письма я не писал. Точно помню. У вас такая хорошая память, что лицо вы не помните? А какие письма подписывали? Знакомое. А знакомое? Лицо очень знакомое. Ну так вот прекрасно. Только нам непонятно. Нет, давайте мы разошлись, мы вернемся сейчас в военную тему. Я скажу пару слов и вернем. Значит, по поводу 12 тысяч автоматов это ложь. Абсолютно. Да. Абсолютно. Вот человек заявляет, что это не было. Не одна единица, даже стрелкового оружия. Там осталось небольшое... Будьте добры, повторите это, пожалуйста, на камеру. Да, я говорю на камеру. Повторите, пожалуйста. Никай Лаврович, представьтесь, кто-нибудь. Да, начальник штаба оборудован. Фамилия. Изменить. Да, может, вам еще адрес домашний? А, не надо. Ну-ка, не, позвоните, потому что кто знает, может быть, не начальник. Хоть губарик нашел, хоть ополчение. Нет, это начальник штаба, визуально подтверждают. Да, прекрасно. Нет, зачем он подстрелил? Нет, это телевидение, ему надо знать, что вы действительно кто-то. А мало ли кто придет. Телевидение должно знать, что ни одного ствола мы там не оставили. Это абсолютная правда. Я лично занимался вывозом всего стрелкового вооружения. Ни одной единицы бронетехники, кроме одного танка, у которого был закрыт, и двигатель, не было оставлено. Все было выведено. Это заявление полностью противоречит заявлению Стрелкова, которое мы сейчас покажем. Да, вашего начальника. По поводу 12 тысяч автороманов. Нет, не по поводу 12 тысяч автороманов. А по поводу бронетехники. Давайте покажем сейчас заявление Стрелкова. По поводу той бронетехники, которая отступила в сбой. И была сужена в связи с ошибкой ваших людей. Простите, это разные вещи. Была бронетехника или нет? Откуда вы взяли про ошибки? Из слов Стрелкова. Да, была ошибка. Из личных слов Стрелкова. Я цитирую Стрелкова. Оставлено. В отличие от вас, я читаю заявление. Оставлено. И подняли на все вступление. Это разные вещи, простите. Хорошо, давайте спокойно. Техника была оставлена или нет? Нет. Она была сужена. Она вступила в бой. Она была. Сергей Ярландович, Сергей Ярландович, Сергей Ярландович. Я вам еще раз повторяю, было два танка, которые вступили в бой. И они были с ошибками сужены. Да не с ошибками. Я специалисты, люди погибли. Можно я посмотреть, что говорит Стрелков, руководитель? А вы знаете, в чем ошибка заключалась? Нет, я знаю, что Стрелков сказал об ошибке. И я его цитирую. А я вам расшифрую, в чем ошибка заключалась. Ошибка заключалась в том, что командирам танков было приказано нанести удар по блокпосту, а потом уходить мимо него полями. А атлантисты решили идти в бой и пробиваться по дороге. В итоге они не смогли пробиться, уничтожили какую-то часть вражеской бронетехники и личного состава, а потом напоролись на библию. Танкисты решили сделать не то, что было приказано? Да. Ведь в бою у них заклиниво. Это бывает. Это бывает. Это бывает. Это не заклиниво. А они не выполняют приказ. Хорошо. А они геройски погибли. Вы сейчас еще выкармливали. Сейчас еще танкистов порочили погибли. Частьем и славой. Вы видите, что вы занимаетесь домовой. Вы пойдите в один в бой и потом говорите, что это не выполняет. А почему вы решили, что я не был в паре? Это ваша проблема. Вы поймите, вы сидите с людьми, которые в русской весне с первого дня. Тут нельзя качать. Серьезно, что нужно конструктивно. Если есть конструктив у вас, что вы можете сказать? Вы конструктивно говорите. Вы разрешите мне его изложить? Да, конечно, можно, конечно, с пеной у рта вставить, подчать. С пеной у рта это термин сваница. Это термин сваница. Вы выражали мне свое восхищение когда-то. Теперь вопрос заключается в следующем. Вы мне предлагаете и даете возможность изложить свою позицию спокойно и вежливо и не будете меня перебивать? Да, только в одном случае. Если вы не будете идти речь, а откровенно и лжить. От 12 тысяч командов, которых не было. И я это могу засвидеть. О поддержке России огромным количеством бронетельники, которого не было. Значит, теперь вопрос заключается в следующем. Поддержку России военной техникой я в деталях, как вы понимаете, не имею права обсуждать. Скажу вам лишь в целом, что военная техника, которую я считаю и буду наставить на этом, составляет российское гражданское общество, а не власть, не государство, в начале шла безобразно. И вы постоянно получали очень плохие изделия, четвертые категории. За последние две или три недели ситуация резко изменилась к лучшему. Вы это прекрасно знаете. И я не буду здесь разбирать, в какой степени на это повлиял сидящий перед вами представитель гражданского общества. Но все, что я говорю о военной технике, я знаю. Разрешите тогда ответить на то, что вы сказали? Речь идет всего о трех танках и трех БМП. На каком направлении? А у нас... И второе... Речь идет о Славянске. Я не говорю о других городах. Нет, есть подразделения, которые вооружены до зубов. Но не воюют. Павел, дорогой, а ты сейчас кричит. Разрешите, я закончу тогда ответить. Речь шла только о Славянске. И речь шла об оставлении Славянске. Вот если бы мы его не оставили, было бы уничтожено все ополчение. С нами вместе были бы уничтожены и жители. Но их уничтожают и без нас. Оставлять там подразделения для того, чтобы его уничтожили, ну это верхнее стратегическое искусство. Это военная глупость. Вы мне когда-нибудь дадите вам что-то ответить? Ну, было все время говорить. Я вам ответил за последние три недели резко улучшилось. То есть за последние три недели вы, наверное, получили танков 30-40. Их не было. Я говорю в целом о том, что произошло. Вы мне сейчас будете говорить, что вы получаете только вот три года. Да, в основном. Нет, секундочку. Конечно, не все. А боевые расчеты танков не нужны? Я вам привел это как пример. А помимо этого поставляются СКС-и, ПТРС-и, Ремен Великой Отечественной войны. А почему они поставляются, например, в Турсахашин? Ну, вы понимаете, мы сейчас переходим в сферу ПТРСов, да? И какие именно поставлены? Это очень важно. Очень важно. Потому что против нас выставлены сотни танков. Отвечаю вам. И нам их нечем бить. Отвечаю вам. Отвечаю. Отвечаю. Во-первых, и вы спросите свое руководство. ПТРСы тоже поставлены. Я вам уже ответил, что из пяти ПТРСов один сработает. Отвечаю вам. Отвечаю. Теперь я признаю вашу правду. Правда ваша заключается в том, что до последнего времени вы будете совещаться? Нет, я очень важен. А, очень важен. Поизвините. Война идет. Война идет, я понимаю. Теперь насчет войны. С 90-го года, даже с 80-го года. Поэтому разговоры о том, что я не знаю, что происходит на горячих точках, это не ко мне. Это так же смешно, как ваш друг сказал, приезжайте сюда и начинайте разговаривать. А я разве не здесь? Мы говорим о конкретном. Теперь я вам говорю. Давайте договоримся. Очень серьезно. Скажите, очень серьезно. Я считаю, что до самого последнего времени, и я не буду разбирать причин, поставки военные шли к вам безобразно. Возмутительно. Я говорю, это сейчас в эфире. До какого числа? До примерно 3-го июня. Они шли безобразно. Начиная с этого момента. Они пошли лучше. Они все равно категорически недостаточно. Поэтому у нас с вами основных расхождений нет. Я тоже считаю поставки недостаточными. И моя задача, одна из моих задач, убедить российское гражданское общество в том, что вы должны иметь много фаготов, много корнетов, много игл и много всего остального. И, конечно, вы должны иметь не такую атоматичку. Вы зря в этом смысле видите в человеке, сидящем перед вами, врага. Это неправда. Вот, понимаете. Я даже не буду вам объяснять сейчас. Я вам не буду объяснять, как много я сделал, потому что я не люблю а хвалиться, и б, все равно не могу об этом говорить. Может быть, можно было бы, подумав об этом, за что-нибудь меня поблагодарить. Но я этого не жду, потому что я считаю, что мы все равно перед вами виноваты. Мы перед всеми вами виноваты, и от имени всего российского общества я приношу вам свое глубочайшее восхищение и выражаю чувства нашей вины, потому что любая помощь вам недостаточна. И вы действительно являетесь солью зверинуски и всем тем, что сражаетесь. Теперь, да, это помню. И я думаю, я думаю, что не только словами, потому что я понимаю, что словами помочь – это мало, а и делом мы поможем. И будут они, те устройства, которые я назвал, и будут они, вся эта техника и все таки. Теперь я прошу вас… Теперь вы по неконструктивной критике командования и ополчения… Вы прекрасно понимаете, что с военной точки зрения очень многое здесь зависит от России. Мы крайне обеспокоены, и прям прошу передать, тем, что началось, омерзительно, с удовольствием, в любой момент. Давайте приедем. Давайте. В любой момент. Я ничего не боюсь. Вы тут как в интернете сказали, что со мной гонялись какие-то два БТР, а здесь БТР. Я уже веду информацию достаточно долго. Я вам объясняю. Мы крайне обеспокоены негативной, омерзительно, раскруткой образа, которая началась в последний день. Ее начал господин Просвилов. Он заявил, что господин Стрелков, я вам процитирую, посмотрите, в моей передаче висит. Является улучшенным Немцовым или Навальным. Господин Стрелков должен был это опровергнуть в ту же минуту, или его пресс-секретарь. Как это опровергает господин Просвилов. Первый. Сразу же после того, как это было сказано на телеканале «Дождь», было сказано несколько раз в виде поддержки господина Стрелкова, что он пройдет. Господин Губарев не может меня не перебивать, потому что он чувствует, чем бахнет. Сергей Иванович, какая-то провокация готовит. Сергей Иванович, да, просто кто-то едет, они готовят какую-то провокацию. Просто сейчас бахнет, воняет. Товарищ Губарев говорит, воняет, он же не может говорить. Нет, если как бы это провокация, тогда... Тогда вы слушаете меня. Я с вами сюда... А вы уже уходите? А вы хотите проехать по беседе? Нет, пожалуйста, можно проехать по беседе. Я хочу по телевидению. Я же не хочу проехать. Провокация начинает. А кто же вы уходите? С вашим выступлением на встрече... А что же вы уходите-то? Куда ехать? Надо никуда ехать. А кто же вы уходите-то? Вы же хотели со мной разговаривать. Что вас обидело? Вы все сказали. Я вам сказал, что вы сказали, что ваша цель в Ростове... Не вы сказали, а сказали за вас, мерзавцы. Ну так... Вы слышите меня, что я говорю? Говорите за вас, за звали сказали, мерзавцы. Эти мерзавцы мешают военно-техническому сотрудничеству. Слышали? Вы срываете поддержку Приднестровья. Вы ее срываете. Вы профессиональный провокат. Вы пишите от меня. А теперь вы будете наговорить, что от меня воняет, что я профессиональный провокат.